Ну все, закрываем, пусть готовится, не будем отвлекать. Привет, товарищи мои, подписчики, друзья. Хочу сегодня похвастаться своей коптильной, сделал коптильню. Подойди, пожалуйста, расскажу. Вот такая вот у меня коптильня горячего копчения, да печка горячего копчения. Вот. Ну, рыбалочки у нас сейчас не состоится никак, потому что у нас коронавирус, как говорят, везде выезд запрещен. Ну и, короче, сделал так вот. Был лист четверочка. Получилась такая вот штучка, это у нас крышечка. Это у нас противень. Я сделал песочек, сюда насыпал, чтобы когда с вот этой красоты, вот с вот этой красоты жир капал, капал на песок, а не разбрызгивался, и вся эта копоть начинала оседать на рыбку. То есть, лист четверочка, где-то 60 на 40, 25 высота. Почему такая большая у нас бригада большая? Я сейчас на работе, в рабочем положении. Что мы делаем? А у меня тут, получается, я хочу похвастаться коптилочкой, ну и небольшой рецепт с кумбрией. Берем, замачиваем изначально часика на два опилочек. Опилки обязательно должны быть какие-то фруктовые дерева, никак не засна, ничего такого. Вот, они продаются в любом охотничьем. И раскладываем вот так вот по кучкам. Раз кучка, два кучка. Многое не надо. Они пропитаны водичкой, то есть будет леть медленно. Вот. Так вот кинули, не заворачиваясь. Все, сверху мы ставим наш противень. А сверху ставим вот эту красоту. Так, ну здесь у нас шестерка пруд и электродики. Там видно снизу? Электродики, четверочка. Ну естественно, это все так же стабильно. Аккуратно. Забыл я. Не ручки. Ручки здесь не нужны. Здесь должны быть крючочки, чтобы было место. И аккуратно раскладываем. Рыба. Изначально рыбка почищена. Потом замаринована у нас в чем? Соль, вода, специи для рыбы. И на сутки оставляется. Потом, после того, как она на сутки отстоялась, вылаживаем вот так вот прям на противень. И она где-то, что ясик обветривается, чтобы жижа вот эта вся стекла лишняя. Ну а картошечку мы так закинули, чтобы крытки пропеклась. Что мы делаем? Закрываем. Закрываем эту всю красоту крышечкой. Плотненько. Почему крышка домиком? Потому что, когда испарение, дым, вот эта вся конденсатор попадает на крышу, по-любому он наверху будет. Капельки капают опять на рыбу. Но в нашем случае они стекают. То есть так, как бы не знаю, сильно это или не сильно будет на вкусовые качества влиять. Думаю, так будет правильно. Вот. Супер герметичный. Я не стал заморачиваться, потому что в квартире я не буду этим пользоваться. Это у нас рабочая коптильня, которую вытащил на улицу и закоптил. Что дальше? Берем горелочку. Жека что у нас? Забрал зажигалку? Три секунды я сейчас зажигалку. А, вот она. И. Естественно. Зажигаем. Затарим. Тут, я думаю, не секрет, что стенка нижняя нагревается до красна, начинает потихонечку тлеть опилочки. Создается температура. Дымок. Это все впарится, жарится, коптится. И получается тема. Ладно, пусть она готовится. А мы попозже придем посмотрим, что будет. Ну вот, да, как видите, потихонечку уже начинает дымок появляться. Я приоткрыл так, чтобы показать. Вот. Ну все, закрываем, пусть готовится. Не будем отвлекать. Так, ну вот он прошел. Долгожданный. Долгожданный. Короче, время прошло. Открываем. И смотрим, что у нас получается. А ну-ка, что у нас тут? Давай, вытащим, посмотрим. Да, чуть-чуть момент тот. Пропустили то, что забыли ее связать. Получилась вот такая вот штучка. Дрючка, которая будет остывать. И мы будем кушать. Так что, ребятки, подписываемся, ставим лайки, оставляем комментарии. Может кто-то что-то подскажет. Всем пока и приятного аппетита. Продолжение следует...